И может это двигаться вперёд? Я точно двигаюсь вперёд, это дорога. То есть я её вижу. И насколько это будет? Я не сама и не... То есть то ли у меня что-то лезёт. А почувствуя ощущение от движения, где ты в теле ощущаешь движение, это передвижение, а ног это может быть тряска под спиной или там. Ты сидишь на чём-то. То есть уже накачивает. Угу. Хорошо. И почувствуй, в какой позе, в каком положении твои ноги находятся. Сидишь, условно, в позе кучера или... На коне. Ага. Отлично. И почувствуй, когда сидишь ли ты на спине коня или есть какое-то седло между тобой и конём, есть ли какая-то прослойка. Седло. Точно. Ага. Отлично. И почувствуй сейчас, кроме седла, есть ли ещё что-то, отделяющее тебя от лошади, от пространства. Может быть какая-то одежда или ещё что-то на ногах. Или ноги голые. Ага. 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 Скажем, длинная, она доходит до конца ноги. Или короткая, вроде накидки или широкая. Ага. Ага. Чувствуешь ли ты при прикосновении ткани в районе голени, в районе низа ноги? Оно ноги с холодным качаются или есть какие-то стримина или что-то такое, фиксирующие ноги? Ага. Кстати, посмотри ещё, у тельной ноги с холодным качаются или есть какие-то стримина или что-то такое фиксирующие ноги. Ну, может быть, это воздух. Могу сказать. Хорошо. И после, когда еще наверх тела, чувствуешь ли ты какую-то одежду, что-то плотное наверху тела? Или, может быть, что-то… Какое-то кожаное, что-то такое плотное. Угу. А эта грубая кожа меня покрывает только грудь и спину, или как-то руки тоже закрывает? У тебя-то как панцер ощущаю какой-то. Ну, насколько там комфортно в одном панцере? Угу. Угу. Ну, плотный такой. Угу. Хорошо. И давайте тогда еще изучим, есть ли какая-то растительность на голове, на лице. Может, какой-то головной убор. Если вообще нет ощущения давления. Угу. Все на теле, то есть это руки, как будто как в перчатках или что-то такое, ноги, ну то есть как будто прям целиком упакованы и только на голове ничего нет. Ага, хорошо. Посмотри тогда еще на растительность на теле, насколько длинные волосы или может быть короткие? Чувствуешь ли ты длину прически, может быть это хвост или наоборот, не чувствуешь ничего на голове? На лице не чувствую, на голове не длинные волосы. Угу. Хорошо. Хорошо. Тогда продолжай дальше двигаться по этой дороге и скажи, какие у тебя в целом ощущения от езды на лужи? как ты вообще все это ощущаешь? как тебе вдох на коне в селье в панцире? как логично. Насколько будучи мужчиной удобно сидеть себе? с детства сижу и езжу все время. Угу. Хорошо. Давай тогда еще посмотрим, насколько это мужчина, скажу, сильный и есть ли у него накаченные мышцы. в какой форме находится физическое? Я ощущаю очень мощное тело. Угу. То есть как будто мне прям какое-то очень наполненное, очень такое плотное, мне кажется, что я рукой вот ударю в бить ему. Угу. А какое чувство вообще ощущения от силы в мышцах? Чувствуешь ли ты развитые мышцы рук, груди, спины? Угу. Угу. Вот у меня очень ясное ощущение рук. Угу. Обеих. Угу. 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 Ног появилось тоже ощущение тут. Насколько большие ноги? Худые, пловные? Они очень узкие, все тело очень накачано, как будто всю жизнь порешься, как будто всю жизнь качаешься. Хорошо. И обратим еще внимание на то, где находится центр тяжести, скажем, центр этого тела. Могутся где-то в районе поясницы, что ли. Таз. Корочка. Да, вот что-то там. Хорошо. Давай тогда, поскольку это такая макульпоза не очень частая, промокли вперед. Есть гелика от этого момента, где этот мужчина сойдет или слезет с лошади. В общем, где она становится и наступит ногами на землю. Расскажи, представь, как у тебя есть такой пультер-дивиль-плайвера. И ты перематываешь его удобной тебе скоростью. И расскажи, что происходит. Где он сейчас едет? Я уже остановилась, слезла, но я не могу понять, где я нахожусь. То есть я как будто не могу обернуться. Вот до сих пор стою и вижу только. Вот если весь обзор загоняет, загараживает этот комик. Хорошо. Тогда посмотри под свои ноги и буквально на метр вперед себя. И еще на метр вперед. И посмотрим, на чем ты стоишь. Это земля с травой, это камень, песок, еще что-то. Что это за поверхность, на которой опирались ноги? Это трава с какой-то глиной. Хорошо. И можешь ты в этом пространстве, скажем, прям вот так вот ослабить, отпустить тело, посмотреть, как он двигается, сойдя с лошади. И расскажи про его походку. Если он здесь двигается в этом пространстве. Что сейчас происходит? Что-то у меня какая-то потеря вообще. Ага, хорошо. Того потеря находишь? Давай тогда переместимся в момент. Может быть, не знаю, в каких условиях он слез, или у нас нет задачи разбираться. Просто на счет 3 переместимся в момент. Ну, где этот мужчина, ну, допустим, ты говоришь, он всю жизнь как будто занимается спортом, что-то делает. Там, где он тренируется. Не важно, с чем и с чем он тренируется. Там, где он тренирует свое тело. Просто на счет 3 переместимся в эту точку. Раз. Два. Три. 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 Ну так вообще как будто какие-то брёвна огромные кидают. Расскажи, как это происходит. Что ты сейчас видишь? Ну вот самая яркая картинка была про то, как я схватила какой-то брюно, примерно до третьего моего роста и небольшой такой дентра, занес, как-то, ну какого-то движения не было, запустила, кинула. А правильно ли я понимаю, что мужчина, ну скажем, не стоит размышлять и особо уделять. Больше же действиями, какими-то инстинктами. Ну как ты имеешь в виду? Да? Да. Сейчас я в сторону сразу скажу. Просто делают. Видно, да, что когда я пытаюсь всё это описательное наладить, она описывает другим голосом. таз ещё бросил. Всё понятно. Да? То есть там не идёт какой-то мыслительный процесс. Вот. Поэтому, Даша, смотри. Поскольку у нас такая, опять же, показательная штука, ты, может быть, немножко описывай иногда со стороны, как ты это видишь, когда же, смотрящего на такого мужчину, чтобы это максимально рассмотреть. Вот. Но сейчас, пока мы ещё побудем внутри него, давай сейчас на счёт три переместимся в процесс. Ну вот мочеиспускание, как это происходит. Может, прям внутри это почувствовать. Раз. Два. Три. Меня радует. Это моё. Заша, обязательно наличие стены? У меня такое ощущение, что я сейчас немножко пьяна. Ага. Тут я просто такой – какой-то момент в моей маме. Огу. И какое чувство происходит в таком времени, ну? Мне нравится на него смотреть, я прямо чувствую, что это моё основное достоинство. Одно из главных, мужик я. Хорошо, давай посмотрим, когда процесс завершается, что делаешь потом? Как вообще, скажем, убираешь, а потом дальше как-то ощущаешь? Ну, какие-то свободные штаны, то есть просто так надеваю, и вот, его вот как-то стал выпрямиться такой, выдохнул. Доволен. А как вообще двигательская такая штука есть? Как это вообще передвигаться, пускай даже с свободных штанов? Какого бы ты не задумываешься? Угу. Притекаешься и все. Ну, а если ты бы описывал это со стороны, чем он отличается от женского способа передвижения? Не отличается ли? Сейчас ты можешь как Даша оценить стороны? Вот как Даша, я это оцениваю, как я не один. Угу. Хорошо. Ладно. Давай все-таки попробуем его. У меня, конечно, с физикой, мне кажется, не очень хорошо. У меня больше с эмоциями. Угу. Потому что физику… Угу. Угу. Да-да-да, я вижу. Просто мне не было бы специально это верю. Угу. Давай тогда я сниму в эмоцию, в момент, когда… Вот сейчас на счет три, переместимся в момент, когда ему понравилась сексуально какая-то женщина, с которой на него впоследствии был секс. На счет три. Когда ему только вот на первый раз его сексуально привлекло, его почувствовало какие-то ощущения зависать. И действительно с этой женщиной таких случилось. На счет три. Раз. Два. Три. Я расскажу, что он чувствует на момент, что вообще происходит. Кто сейчас происходит? Эмоция внизу живота. Что за эмоция? Возбуждение. Чем отличается от женского и отличается от женского? У меня такое ощущение, что он как будто снаружи от меня, а не внутри. То есть это чувство смещённое вперёд. Угу. Хорошо. Что происходит? Видишь этот яд своего чувства? Угу. 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 Пространство где ты сейчас находишься? У-у-у. Я вот сейчас только себя ощущаю. У-у. 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 Опять же, насколько ты треск, ян? Как состояние вообще ясности умного? Ясно. У-у. У-у. Баги. У меня дальше, расскажи и почувствуй, что происходит дальше. Возлюбление между собой. Уга. Уго руни. Угу. 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 Но вот уже прошло, я не знаю, может быть, я уже куда-то не туда ушла. Давай тогда на счет 3 перенестимся в момент, прям непосредственно перед сексом. Вот, еще вот уже женщина здесь, уже да есть, и сейчас все будет, ну вот, буквально там за десятки секунд до того процесса начнется. Вот туда перенестились. Есть такой момент, у меня в жизни есть. Давай, на счет 3. Раз, два, три. Вообще ощущения только, вот, только инстинкты. Тут очень какие-то такие зверские очень, ну не зверские, а просто, это не чувство, это не любовь, это просто вот... Ну, звоните его словами. Хотите. Что еще? Ну, там вообще много чего не происходит, он просто сразу же начинает и все. Все надо. А, я их видишь? У меня от нее ощущение маленькое очень. Угу. То есть она по сравнению со мной маленькая. Физически или возраст? Физически. Угу. Чему она тебе понравилась? Хрупких люблю. Маленьких. Ага. Хорошо. И расскажи тебе про момент приближения оргазма и сам момент оргазма, что происходит? Как ты понимаешь, что в этом человеке случится? Что с тобой происходит эмоционально, физически, чувственно, как угодно? Срыветь хочется, ощущение себя как будто медведь. Угу. 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 И что дальше? Дальше все тело дергается. Угу. 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 Ну, а потом? Потом начинается очень большая нежность к этой женщине. Как ты ее проявляешь? Очень большая забота, объятия. Ты ее понимаешь? Да. А потом? Лежу так с ней. Как ты себя ощущаешь в этих моментах? Хорошо. Мое. А эмоционально как ушло это возбуждение? Как ты ощущаешь его отсутствие или оно присутствует до сих пор? Ну вот у меня такое ощущение было, что во время возбуждения просто все мысли они где-то внизу. А сейчас, когда оно отпустило, появляются чувства. Такие нормальные уже. Нормальные это что значит? Ну вот куда-то отсюда. То есть уже из других чакр взаимодействия, если говорить вот как. Хорошо. Здесь очень тепло, очень горячо от этого чувствую. Я когда о нем начинаю говорить, прям чувствую. По всему телу жар развивается. Угу. Есть ли еще что-то важное, что можно сейчас сказать интересное? Или можно с учетом еще один эпизод? Я просто сейчас посидела, потому что у меня такое ощущение, что какая-то энергия очень важная идет. Угу. Потому что у меня уже все тело горит. Угу. И руки у меня просто уже только было в прошлый раз. Ага. Тогда смотри. Я сейчас тоже немножко в сторону покажу. Чуть прокомментирую. Угу. Один из вариантов использования. Сейчас постараюсь этой энергией максимально напитаться. Максимально это запомнить. Ощущение любви на четвертой чакре или на остальные ощущения. И как бы запомни себя. Заставь каждую клеточку ощутить это эмоциональное состояние. Эти вибрации от макушки до кончиков пальцев ног. Прям покрутить его максимально напитаясь. Вот. Вообще, каждый раз, конечно, я в шоу сторону говорю. Показательные эгрегресси в алгоритре. Вот видно, что дядька попался такой, ну, примитированной повадкой. Поэтому все очень нормально. Все понятно. Обычно. Все. Все приставал. Вот. То есть, ну, такой висклон к самой любви к себе. Вот. Ну, тоже довольно интересно. Вот. Чувствуется просто разница, когда мужчина владеет желанием. И тогда после разрядки он начинает уже чувствовать. Что, мужчина похожа? То есть, он на самом деле простой, но чувствительный такой. Да, да, да. Это хороший экземпляр мужчины. Любящий. Да. Да, да. Похоже будет. Да. Уже чем-то повеселее, конечно, когда показываешь. Ну, еще не так. Окей. Мне кажется, ты можешь дальше участвовать на эпизод. Давай сейчас на счет три попадем в эпизод, почему тебе сейчас показали именно этого мужчину. Какой-нибудь самый важный для тебя сейчас, для Даши в 2012 году. Просто на счет три, что не было такого. Раз. Два. Три. Посмотри, что там происходит. «Три». Продолжение следует... И вот чувствую напряжение на всём теле, какая-то готовность к атаке, защита. Как будто всё отдам, чтобы защитить. И что происходит потом? Убиваю кого-то. Много как будто. Не просто так. Бью так, что сразу наспорт. Рукой? Ничем? Рукой. Только руками. Всё руками. И как тебе это? Ну это прям вот то, что сил даёт. Угу. То есть вот как будто с каждым ударом всё сильнее и всё правильнее то, что я делаю. Что ещё? Дети у меня трое. Трое. Чем этот момент удары и силы важны тебе сейчас? Потому что я её защищаю. Угу. Посмотрели на эту ситуацию, скажем, сейчас от третьего лица и может пригодено всё это от третьего лица сказать, чем это так важно сейчас для Дарьи в 2019 году? Чем это сейчас эпизод, это состояние, ещё что-то? Угу. Это тот мужчина, за которым как за камерой и стеной. Угу. Важно ли там наличие детей? Угу. 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 Какое из качеств или какие качества уделывают его этой каменной стеной? Угу. 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 Да, сработал другой запрос, в который я уже ходила, регрессию, это отсутствие желания иметь детей. У меня проявилось недавно ощущение заботы про маленьких у меня вообще нет. И сегодня оно еще чуть-чуть в этом процессе появилось. То есть это, может быть, это не самое яркое, но это самое важное для меня сейчас воплощение получилось. Вообще такой стойкой энергии здесь, у меня просто руки болят опять. Вот у меня все горит, все болит, эта энергия идет, я до сих пор это чувствую, я просто по всему телу. Ну даже руки, это еще когда ты не делаешь, ты чего хочешь делать. Ну да. Ну да, это идет, я и в ногах чувствую, что она идет, и в руках чувствую, и здесь чувствую, у меня прям вся спина горит, у меня все-все тело горит. Конечно, наполнение вообще волшебное. А то, что ты говоришь, лицо изменилось, это наполненность. Когда вот реально приходишь, что-то такое, вот такое, видно, проявляется. Ну да, я думаю. Вот такой видна, проявляется. У меня вопрос, когда я даже рассказывала, у меня прям тоже картинки приходили. Это в моей монтазе или в моей монтазе? Вообще себе на что? Знаешь, я очень мало видела картинок, то есть картинку я видела только в самом начале, именно вот такую прям отчетливую. Все остальное, она скорее была более ощущенческим, более телесным, и я вообще вот, мне кажется, больше склонна переживать именно эмоции. То есть вот как только я начинаю погружаться, а что я именно чувствую сейчас, вот, потому что, например, вот физическое желание, это не эмоция, и его сложно переживать. То есть эмоция какая, физически я могу ничего не ощущать, но вот эмоция такая, что в голове просто там это, хотеть, хотеть, все, больше ничего нет. То есть у него вот сейчас вот его женщина, и у него есть миссия, а потом он начинает ощущать чувства. А вот физически мне приходилось реально прям как-то, ну вот какую-то пытаться визуализацию, может быть, несколько разных, чтобы из них вот как-то собрать себе то, что я действительно в этот момент переживаю. Вот. Вот как-то так. Как всегда, намерение сработало, ну, всегда срабатывает. Основное намерение. Как ни крути, как ни крути, срабатывает намерение. Вопросы моментальных запросов, когда намерения нет, есть просто мысли о теме, получается ерунда. Когда намерение нечеткое, вот, чем бы я ни пытался с ней делать, то мне нужно было ей это перевернуть, она все равно пришла. Вот, пойду. И вдруг, если у него будет другой запрос смены детей, да, и она тоже скажет там… Самое важное. Субтитры создавал DimaTorzok Все хорошо, папа. Все хорошо, папа. И�τε хорошо. И�та примерно – разы. Все хорошо. И�та что-то, а этоglCool. Конечно visitаем гости девчонки. Эрта такая я 힘� 교ту бан. Смотри, Dom. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...